Музыка Я сейчас чувствую у нас как в церкви два таких мощных потока откровения, которые приходят сейчас в церковь. В среду, уже несколько сред, мы касаемся одной темы. Бог положил мне на сердце молиться за людей, которые оказались в каких-то духовных проблемах и, может, даже в духовных темницах вдали от церкви и, может, даже вдали от Бога. И я чувствую, что Бог приходит своим ходатайством на церковь через откровения. Я знаю, что Бог готовит свою церковь к этому. Бог готовит свою церковь. Потому что я понимаю, когда я смотрю на Слово Божие, это то, что Бог желает оставлять свой отпечаток на церковь, чтобы в церкви, церковь, она могла отображать нашего Господа Иисуса. И вот как раз то, что я замечаю, то, что я вижу в Слове, и Бог открывает, что Бог, Он ходатай, Иисус, Он ходатай, Он одеснует Отца, и Он ходатай за свой народ. И сегодня днем мне Бог дал Слово, потому что я знаю, что есть люди в нашей церкви, кто открытый для Бога, кто открытый для Господа. И те, кто идут в ногу с тем откровением, которое сегодня в церкви. Исаия 51 глава. Знаете, меня это слово, оно как потрясло внутри. Потрясло в хорошем таком смысле, обрадовало. То, что Бог слышит, слышит, потому что это как обетование. Я хочу поделиться этим словом. Исаия 51 глава, 14 стих. «Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе». Поэтому, дорогой брат или сестра, если вы вышли в своем сердце навстречу к Богу, и сегодня сердце ваше открыто молиться, потому что я чувствую, что это период времени, когда Бог через откровение, Он погружает свою церковь и дает направление для своей церкви. Что Бог сегодня желает делать? Он открывает это через Своё слово. Когда мы изучаем Ивангелие, мы видим, что Иисус по-разному действовал в определенное время и в разных местах, где Он исцелял, где Он молился, где Он просто общался, где Он наставлял. Он по-разному приходил к Своему народу в Своем земном служении. Точно так же я верю, что Своим Духом Он точно так же приходит к Своему народу, желая сегодня проявиться тоже через Свой народ. Я верю, что сегодня для нас, как для церкви, это руководство, чтобы мы открывали свои сердца, мы молились сегодня за людей, которых сегодня нету рядом возле нас, чтобы мы молились сегодня за этот мир, который находится, как в Исаии сказано, подобно как человеку, который находится в яме. Он говорит, скоро, скоро, скоро будет освобожден. Я хочу, чтобы для искренних, для искренних людей, чьи сердца открыты, пусть для вас это будет как обетование. Если вы молитесь за своих детей, родных, может, за близких, может, за тех, с кем вы длительное время и шли в Царстве Божьем, может, с кем вы находились рядом, кто-то рядом возле вас находился, искренне служил, сегодня нет. Послушайте, ответ один, где этот человек? Есть духовная темница. И хорошие люди попадают в эти духовные темницы. Хорошие люди. И если мы сегодня стоим, послушайте, наше сердце, оно должно быть открыто для Бога. Я чувствую, Дух Божий сегодня желает, чтобы мы ходатайствовали. Ходатайствовали. Может, кто-то скажет, мне сложно, мне тяжело. Послушайте, открывайте сердце, просите, чтобы Бог изменял. Пусть Дух Божий, Он оставляет на наших жизнях отпечаток. Я верю, что Бог сегодня желает использовать свой народ, чтобы наши тайные комнаты, они наполнились этими молитвами. Наши тайные комнаты, они наполнились, не только, чтобы мы поднимали свои нужды перед Богом, говорили, Господь, у меня нужда, давайте будем поднимать. Я верю, что Бог прикасается своим сегодня Духом к тем, кто открыт для Него. Я понимаю, что может есть некоторые, кто находится в оппозиции против Бога, но я знаю, что есть открытые. Давайте, чтобы, давайте будем открыты, чтобы Дух Божий, Он действовал через эту церковь. Чтобы Бог, Он делал свою работу через эту церковь. Пусть это пророческая благодать, которая пребывает на этом доме. Пусть она действует сегодня через тех, кто открыт. присоединяйтесь, знаете, подключайтесь, не будьте зрителями, не будьте наблюдателями. Начните переживать за то, что сегодня Бог желает делать. Пусть сердца сегодня наполняются состраданием. Пусть сердца наполняются состраданием. Я чувствую, что в это время Бог Духом Своим возможно даже будет вкладывать, показывать некоторые лица. Знаете, когда мы начали молиться, некоторые люди меня начали искать, кто были в нашей церкви, начали искать меня через телефон, через интернет. Я понимаю, что, знаете, даже какие-то обстоятельства, они будут побуждать искать, чтобы мы могли с кем-то поделиться этим словом. Давайте не будем отворачиваться. Давайте, наоборот, будем открыты для того, чтобы кому-то дать еще шанс. Кому-то еще дать шанс. Я знаю, что сегодня люди, которые находятся в этих темницах, скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме. Знаете, в то время, если, возможно, кто-то был на Востоке, у них большинство тюрем, просто выкопана яма, и туда человека. Тут посадили, он находится в этой яме. Находится в этой яме. То, что в этой яме есть недостаток хлеба. Многие те, кто попали в темницу, может, из-за своей похоти, может, из-за какого-то соблазна. Я знаю, что это особое время. Кто-то, может, на чем-то приткнулся. Знаете, я понимаю, что сегодня ничему нету оправдания. Если я следую за Богом, я понимаю, что на этом пути будет множество камней, множество будут препятствий, которые дьявол будет выкладывать передо мной, ставить передо мной. Я понимаю, что когда кто-то притыкается, или кто-то соблазняется, или кого-то увлекает похоть, или кто-то чем-то обольщается и уходит, временами эти люди для себя находят оправдание. Нашел оправдание, оправдал. Послушай, о, они плохие, что-то неправильно. И как результат, всякий раз, когда отходят от Бога, то, где оказываются, оказываются в этой духовной яме, оказываются в этой духовной темнице. И кто, если не мы? Вот почему я вижу, что это слово, как обетование. Те, кто, та церковь, которая открывает свое сердце для ходатайства, для ходатайства за людей. Знаете, оно будет оживать, как здесь Бог говорит Исаии, скоро, скоро, скоро. Я верю, что есть те пустые места. И вы знаете, когда я стою на этой сцене, временами, когда я возвожу глаза, я вижу пустое место. Я вижу, кого-то нету, кого-то нету на балконе. Где те, кто на балконе? Я понимаю, есть темница, но моя вера, я доверяю Богу. Я верю, что скоро, скоро тот, кто находится в этой яме, он будет освобожден, будет накормлен. Я понимаю, что может даже сегодня кто-то отошел, находится в этой темнице. То, чем наполняется сердце, наполняется голодом. Ничто не может сегодня удовлетворить. Если человек, человеку Бог дал жизнь, Бог дал начало, Бог возродил, ничем ты не сможешь накормить. Все остальное это будет просто иллюзия. У меня также есть сегодня слово. Есть также сегодня слово для одной категории людей. Это как слово знания. Это не моя проповедь, но это как слово знания. Даниила, 11 глава, 32 стих. Я это слово возьму как руководство. Даниил говорит, «В последнее время люди, чтущие своего Бога», вторая часть стиха, «они усилятся и будут действовать». слово, «чтущее». Знаете, когда-то Бог дал это как обетование для моей жизни, это слово. В оригинале там стоит слово «месточтущее», знающее своего Бога. И то, что сегодня важно нам, как людям, которые следуют за Богом, знать своего Бога. почему? Это то, что дает силу. Это то, что дает обновление для нас. Я исследовал это слово, и знающее это слово также звучит, как понимающие Бога. Сегодня для нас очень важно, очень важно понимать нашего Бога. Есть люди, у кого дьявол украл веру, есть люди, которые остановились. Здесь это как обетование, знающие своего Бога, они будут действовать, они не будут стоять, в их жизни будет движение, они будут двигаться, они будут те люди, которых Бог использует. И вот то, что я вижу, я не вижу лиц, может мне бы хотелось ткнуть в чью-то грудь пальцами и сказать это слово, оно касается именно тебя. Именно тебя. Именно тебя. Но то, что я вижу, это личностные переживания соприкосновения с Богом. Послушайте, всякая религиозность, она должна уходить в жизни. Личные отношения, это то, что дает нам познание Бога и дает нам понимание нашего Бога. Мы должны понимать, почему некоторые остановились по одной только причине, они не имеют понимания и знания своего Бога. Сегодня то, что есть необходимость, понимать, кто есть наш Бог, видеть Его полноту, видеть Его многогранность. Почему некоторые остановились из-за того, что они перестали видеть милость Бога в своей жизни. Из-за того, что, может, пережили какой-то упадок, пережили какие-то трудности в своей жизни, из-за этого происходит остановка. Ты движешься в своем теле, но в своем духе ты перестал двигаться, ты перестал быть действенным, перестала быть эффективная молитва. Ушла эта жизнь по одной только причине, что нету этого познания, нету этого познания Бога лично увидеть, что Он есть любовь, что Он милосердный. Понимание Бога, что Он желает делать, это то, что нам сегодня очень необходимо, понимание. Я сейчас говорю, я вижу одну историю, одну историю из жизни Гедеона, книга судей, Гедеон. История, когда Бог посещает, приходит к Гедеону и то, что он делает, он выбивает пшеницу в своем течиле, приходит Бог и обращается к нему, говорит, послушай, муж сильный. И Гедеон говорит, почему ты так говоришь? То, что с нами происходит сегодня, мы сегодня разграблены, мы сегодня в бегах, мы сегодня в притеснении, и ты говоришь, муж сильный. Я когда смотрю на эту историю, я вижу, первое, это то, что нет откровения о Боге, второе, это то, что нету понимания у Гедеона самого Бога, его действия, этого действия, может, судя, шестая глава, давайте откроем, потому что я чувствую, что это слово сегодня для некоторых, у которых должны просто разрушиться, разрушиться, всякие оковы, всякое пленение, которое есть, судя, шестая глава. Глава начинается с того, что Бог допустил мадимитян, и они приходили, они грабили израильский народ, и они были в притеснении, они прятались, но допустил мадимитян по одной только причине, написано, Израиль начал делать зло. Когда мы перестаем понимать нашего Бога, это то, что приходит следующее, как у Израиля, они перестали понимать своего Бога, что Он свят, они начали делать зло, и то, что Бог, Он допустил к ним притеснение, пришли враги, которые начали притеснять. Сегодня для нас важно знать нашего Бога, что Он свят, Он милостив, это очень важно знать, это то, что дает нам ходить перед Ним правильно, то, как Бог ожидает это от нас, то, каким образом Бог ожидает это от нас. Едеон говорит, это с нами произошло, ты говоришь, что я сильный, что ты имеешь что-то для этого народа, он не понимает действия Бога. Нам важно знать своего Бога, это помогает нам ходить перед Богом. Второе, когда мы понимаем своего Бога, мы понимаем то, что Бог желает делать сегодня, в это время, несмотря на то, что было вчера, позавчера, или еще в прошлом году, что происходило. если в прошлом году или в какой-то момент мы допускали какие-то глупости и мы терпели какое-то лишение своей жизни, то это не значит, что это окончательная точка, которую Бог поставил на нашей жизни. Вы знаете, Бог проводит нас через разные обстоятельства, может даже через трудные обстоятельства, и послушайте, эти обстоятельства, они имеют начало, и они имеют конец. И нам важно знать нашего Бога, и нам важно понимать нашего Бога, потому что я знаю, что в жизнь некоторых людей Бог сегодня будет обращаться и говорить, ты муж сильный, я желаю тебя использовать, я желаю тебя благословить, я желаю, чтобы ты в это последнее время был действенным, поэтому брат или сестра, если дьявол украл сегодня, если сегодня дьявол украл это движение в вашей жизни и принес это как может опьянение, притупление духовное, открывайтесь, открывайтесь для того, чтобы эти живые отношения с Богом были, может сегодня даже это слово, которое я говорю, примите его для себя как обетование, вы должны знать своего Бога, мы должны знать своего Бога, должны знать своего Бога, и мы должны точно так же и понимать своего Бога, это то, что нас будет делать сильными, то, что нас будет делать способными, то, что будет делать эффективными. Поэтому Данила говорит, чтущие своего Бога, знающие своего Бога, понимающие своего Бога, они будут, они усилятся, и они будут действовать. Нам сегодня нужна эта сила. Нам сегодня нужна эта способность. Нам сегодня нужна эта способность от Бога. Почему? Если мы не видим Его силы, если мы сегодня не видим этого действия, на что тогда похожа наша жизнь? На что тогда похожа наша жизнь? Не только здесь, на этих служениях, чтобы всплеск какой-то духовный от того, что кто-то говорит слово, или время, когда мы поклоняемся, прославляем, как Божье прикосновение, это как мгновение. Ты прорвался, ты окрылился, а потом вышел и всю неделю, или даже у некоторых месяц, просто тишина. Ты как простой человек, через которого Бог не действует. Послушайте, пусть наша жизнь, наше сердце, оно будет настроено на это. Ребята, репцентр, это то, что я вижу. Я вчера на духовном совете мы были, и вы знаете, слово пришло на мое сердце. Бог избрал немощных, незначащих, для того, чтобы посрамить сильных, мудрых этого мира. избрал почему? Для того, чтобы проявиться своей силой. Послушайте, есть мудрость, есть сила, есть благодать, есть возможности, которые Бог желает открывать через каждого и через вас. Пусть жизнь ваша, пусть это время, пока вы пребываете на этом репцентре, ваши сердца, они будут настроены на то, чтобы познать Бога, живого Бога, чтобы не звучало в вашей жизни, что вы молитесь и служите тому Богу, которому служит пастырь или служит Леша, чтобы это было лично ваш Бог. В Ветхом Завете говорили, Бог Авраама, Исаака, Иакова, говорили так, это Бог этих. Они понимали, они себя причисляли. Вот точно так же и мы сегодня можем жить таким пониманием. Это Бог этих людей. Они говорят, они служат, это Бог этих людей. Нет, Бог сегодня должен открываться, становиться Богом каждого из вас. Есть сила, которая должна быть высвобождена, мудрость, которая должна быть высвобождена. Послушайте, даже есть то богатство, которое придет в Царство Божие. Знаете, через кого? Через вас. Потому что Бог будет давать мудрость и Бог будет давать способность. И я верю, что это обетование сегодня для нас, как для церкви. Если вы со мной, скажите Аминь. Открывайте. Не стойте сегодня в духе, открывайте свое сердце для того, чтобы молиться за тех, кого сегодня нет. Молитесь сегодня за родных. Я, когда смотрю на земную жизнь Иисуса в Иванле, я вижу, когда Он сострадает, когда Он сострадает, когда Он скорбит за людей, которых Он видит. проявляет себя, наверное, даже не по-христиански. Когда Он входит в храм с кнутом, переворачивает столы, негодует. Это тоже наш Иисус. Есть время, когда Он тоже приходит в нашу жизнь, когда мы свои сердца позаставляли разными столами свое сердце. Чем-то сердце, оно занято. Бог тоже приходит и временами переворачивает, очищает на это время, когда Бог Духом Своим желает сегодня действовать через нас, прикасаться сегодня к людям, которые нуждаются, те, кто находятся в этих темницах. Давайте мы преклоним головы. Пусть это будут не просто только слова. Давайте пару минут мы помолимся. Откройте свое сердце. Пусть Дух Божий даст сегодня видеть тех людей, кого сегодня нету возле нас. Откройте сердце. Я верю, что Дух Божий, Он желает сегодня творить атмосферу в наших сердцах, в нашей жизни. Отец, Отец, Ты даешь сегодня откровение для Своей Церкви. Боже, дай нам быть живой Церковью. Дай нам сегодня соединяться в Духе с Тобой для того, чтобы наши сердца, они могли ходатайствовать за тех людей, кто сегодня находится в этих духовных темницах. Пусть милость Твоя, Господь, она является. Пусть рука сегодня Твоя будет, она простертая, Господь. Спасай, спасай, Господь. Когда Петр был в темнице, Церковь прилежно молилась за Него. Дай нам сегодня в это время тоже прилежно стоять, молиться за этих людей. Отец, чтобы наши сердца, они не были обременены пьянством или объедением или еще каким-то непотребством, но чтобы наши сердца находились под Твоим действием, чтобы сегодня наши жизни, они становились Твоим инструментом на этой земле. Отец, Отец, ты видишь детей, ты видишь близких, ты видишь друзей, кого сегодня нету, я молю тебя, спасай, 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 посещай духом своим. Ты всемогущий, Боже, ты всемогущий, ты всемогущий, есть для каждого шанс, есть для каждого еще возможность, есть сегодня еще место, это Господь. Я верю, что еще не все, не вся полнота тех людей, которых ты предназначил для спасения, оно вошло в твой дом, оно вошло в твою церковь. Иисус, я сегодня осознаю, я сегодня осознаю, Господь, если ты не прикоснешься, если ты сегодня не сокрушишь, Господь, эти твердыни, милостивые, благи. Пусть сегодня это время, Господь, пусть сегодня это благодать, Господь, которую ты даешь для своей церкви. Она не будет напрасна. Она не будет напрасна. Отец, во имя Иисуса.